Жостовская роспись – один из народных промыслов Подмосковья, возникший еще в 19 веке. Его главные приметы – это цветочные букеты, в которых чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы, которыми украшаются подносы, известные во всем мире. Жостовский промысел – он как бы глаза России, что ли. Вот эти вот цветы, которые они пишут, они же бесподобные. Они как будто, знаете, вот застывшая мелодия в подносе. Это, как некоторые называют, неувидающий букет. Это вот то, что может круглый год человека радовать. На роспись такого кованого подноса у художника уходит около четырех дней. Если у вас появилась возможность приобрести такую вещь, то знайте, она уникальна. Каждая композиция, написанная мастером, используется только один раз. Поэтому Жостовский народный промысел превратился в настоящее искусство. Придумы у нас все из главы идет. Мы свободные художники в этом деле. То есть мы имеем право на полную свою фантазию. Именно об этом сегодня не только рассказали, но и показали на мастер-классе, проходившем в рамках первого фестиваля народных художественных промыслов Подмосковья. Это те традиции, которые тщательно хранятся на протяжении многих веков. Это абсолютно уникальная возможность прикоснуться к живой истории, сохраненной и пронесенной через века. Самим почувствовать, посмотреть, чем знаменит наша страна и наша Подмосковья на весь мир. Прикоснуться к истории вы также сможете 18 февраля на мастер-классе Федоскинской лаковой миниатюры. 19 февраля понаблюдать над созданием кжельского фарфора. А также в этот день насладиться выступлением народного хора русской песни «Марюшка» и «Сергиево-Пасада». 20 февраля узнать, как рождается дулевский фарфор. А 21 февраля увидеть, как создаются богородские деревянные изделия. В пятницу вы сможете не только увидеть, но и приобрести уникальные вещи ручной работы на выставке-ярмарке, которая откроется в 12.00 на Соборной площади. Алена Масленкина, Александр Феофанова, программа «Мой Клин». Алена Масленкина, Александр Феофанова, программа «Мой Клин».